доброго времени суток всем кто смотрит данное видео сегодня я хочу показать и рассказать как подключить и настроить указатель включенной передачи на примере мотоцикла honda cbf 600 2008 года инжекторная заказывал я этот датчик на алиэкспресс в китае с оранжевой подсветкой циферблата так как у мотоцикла идет штатная оранжевая подсветка поэтому я посчитал что это будет наиболее гармонично сам индикатор я установил вот здесь четко между спидометром и тахометром вот так замечательно красиво он стал я считаю что на этом мотоцикле это оптимальный вариант установки провод я пропустил четко между кнопочек здесь закрепил на двухстороннем скотче чтобы он ровно держался и сверху станет декоративная панель она вот так вот закроет провод будет очень красиво как по заводу на мой взгляд дальше провод я пропустил вниз вот сюда он идет проходит по этой стороне вдоль штатной проводки доходит до этого места и здесь я его пропустил на правую сторону так как там идет разъем для подключения этого провода и вот собственно провод вышел на правую сторону куда же его подключать вот здесь вот под правой декоративной крышкой можно сказать даже под баком был вот такой вот разъем который идет в блок управления двигателя на этом разъеме была установлена вот такая вот заглушка чтобы снять нужно вот этот язычок отогнуть и она довольно туго снимается потому что внутри установлена уплотнительная резинка то есть снимаете эту заглушку подключаете пины к разъему согласно инструкции которая идет в комплекте вот такая вот инструкция то есть как видим сверху слева черный провод потом справа белый снизу красный и слева внизу идет заглушка свободное гнездо то есть согласно этой схеме я все подключил сейчас подключаю эти разъемы и буду настраивать этот датчик покажу как это делается так чтобы настроить датчик необходимо вывесить заднее колесо на центральной подножки либо производить настройку в движении если центральной подножки у вас нету моем случае подножка есть поэтому я поставил мотоцикл на нее и начинаю настройку первым делом включаем зажигание идет отображение моргает буковка l это значит режим программирования заводим мотоцикл лукавка l заморгала моргает первая передача включаем первую передачу запускаем сцепление единичка моргает быстро идет процесс программирования ждем пока она моргает запомнила запомнила теперь просит включить вторую передачу включаем вторую включили вторую снова моргает таким образом делаем настройку вплоть до 6 передачи снова просит включить третью включили третью снова быстро заморгала снова быстро заморгала четвертая передача настройка активирует в каждую передачу с Тористо при этом отключается Вот просит шестую включение Включение шестую Итак, с первого раза у меня не получилось настроить Потому что датчик остановился на пятой передаче И шестую почему-то не хотел программировать То есть пятая и шестая передачи отображались как пятая Я сбросил заново память датчика Делается это пятикратным включением и выключением зажигания Пока на табло идет отсчет передач от пятой вниз То есть пять раз выключаете зажигание И память обнуляется, снова горит буковка L И заново запрограммировал Со второго раза у меня все получилось Шестая передача также отображается Давайте покажу как это работает Давайте выключим стоп-двигатель Включаем зажигание Как видим датчик ничего не показывает То есть он запитан от зажигания, от бензонасоса, как я понимаю То есть включаем стоп-двигатель Пошел бензонасос работать И пошел показывать датчик передачи Сейчас показывает ноль на нейтрале Заводим мотоцикл Отображается просто прочерк Включаем первую передачу Отпускаем сцепление Первая передача При выжиме сцепления Загорается прочерк То есть отображение идет только при отпущенном сцеплении Включаем вторую Вторая передача Третья Четвертая 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 Шестая Несколько передач вниз Четвертая Еще несколько вниз Вторая Нейтральная передача Горит проще Вот таким вот образом работает указатель передачи На мотоцикле Honda CBF600 2008 года выпуска С инжекторным двигателем Почему собственно я решил установить этот датчик Не потому что я не знаю когда переключать передачу вверх или вниз А потому что передаточное отношение между передачами небольшое И часто после переключения с пониженной до верхней крайней передачи Нет понимания какая передача включена То есть это пятая либо шестая И получается лишний раз выжимаю сцепление Пробую включить вверх Понимаю что это уже шестая И соответственно дальше еду на шестой передаче То есть это получается лишний выжим сцепления Лишний перепад оборотов Где-то подпаливаются диски сцепления, что не есть хорошо. А с этим датчиком будет четкое понимание, какая передача включена, что я считаю будет очень и очень удобно. Вот таким вот образом устанавливается, настраивается датчик. Когда соберу панельку, покажу, как это будет выглядеть уже в законченном виде. Продолжение следует...